Саша Волошин рассказал всю правду про своё видео с подаренным айфоном. Юля Гаврилина во время конфликта с Даней теряла над собой контроль. Дину Саеву начали подозревать в отношениях с её другом. И с кем из ребят Дрим Тима продолжает общаться Настя Усеева? Всем привет! Это канал ЛогБлогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Но реально подпишитесь, если вы этого ещё не сделали. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Сегодня свой день рождения празднует Егор Крит, и рэперу исполнилось 27 лет. Вчера он попрощался со своим последним днём 26-летия, а также офигевал, как быстро летит время. Но при этом Егор по-прежнему считает себя фрешменом, который с каждым годом становится только моложе и круче. Свою аудиторию Крит не оставил без подарков. Сегодня открылся предзаказ на его новый рэп-альбом, а также уже доступен первый совместный трек с Оджи Будой под названием «Здравствуйте». Ну и на канале Егора под него должен выйти или уже вышел клип, поэтому не пропустите. В ближайшие дни нас ждёт порция новых выпусков различных шоу с участием Ани Покров. Уже сегодня выйдет музыкальти Максима Галкина, в котором оппонентом Ани станет актёр Сергей Бурунов. Девушка признала, что ей всё очень понравилось, но она перенервничала и из-за этого наговорила много глупостей. Ребят, я так понимаю, выпуск музыкальти со мной выйдет завтра, в пятницу, и если честно, мне очень страшно. Я не хочу, чтобы вы это смотрели, потому что я там безумно сильно тупила, очень нервничала, хотела расплакаться. Также на подходе новый выпуск шоу «Контакты» Антона Шостуна. Он уже вышел на платной платформе ТНТ Премьер, что вы могли понять по многочисленным отрывкам гуляющим по ТикТоку. А на Ютубчике его выложат уже на следующей неделе. Но и не забудем про передачу «Ночной контакт», гостями которой после выхода своего совместного трека стали Аня с Асей. Для Нютика это уже второй разговор с ведущими, а её подруга была там впервые. Карина Кросс – один из самых продуктивных блогеров, который ежедневно балует зрителей большим количеством контента. Причём чаще всего это не просто кривляние перед камерой, а небольшие сценки в различных образах, которые как минимум нужно придумать. Весь накопленный за столько лет опыт девушка хочет применить в чём-то более масштабном и заодно вернуться на Ютуб. В ближайшее время она начнёт работать на своём новом шоу, связанном с пранками. Будут ещё какие-то образы такие же экстравагантные? Нет, слушай, в этом клипе нет, но зато я запускаю на Ютубе новое шоу. Вот там вы насмотритесь вообще на ура, то есть там очень много будет образов неожиданных от меня, штук всяких интересных, пранковых. А вот слухи о расставании Карина с Женей Ершовым, похоже, оказались неправдой. Ребята засветились во многих историях с их совместного отдыха с другими блогерами, на которых спокойно общались и явно не были в конфликте. Самый громкий скандал последней недели – это видео украинского блогера Александра Волошина. На нём он нашёл рандомную подписчицу на улице и подарил ей айфон просто так. Но когда съёмка уже закончилась, Саша попросил телефон обратно, предложив за него небольшую сумму денег. А после отказа просто вырвал его у ребёнка. Парень неожидаемо получил большую волну хейта, из-за которой снесли большинство его соцсетей. И он, недолго думая, пропал со всех радаров, выждав паузу, чтобы объяснить всё позднее. Вчера на его Ютуб-канале вышло видео, в котором он признался, что ролик был постановочным. Саша заранее подошёл к маме с ребёнком и попросил им подыграть. Всё это дало большой вирусный эффект. Об этом поступке говорили крупные украинские СМИ, различные паблики, сайты и блогеры. Что дало ему большую узнаваемость и по его подсчётам сэкономило 250 тысяч долларов, если бы он заказывал на этих же ресурсах рекламу. По итогу всё прошло гладко. Парень, по сути, не сделал что-то суперплохого, никого не оскорбил. И в том же видео подтвердил, что телефон остался у той девушки и никто в реальности у неё ничего не забирал. Лина Луна ещё больше года назад делала себе операцию по коррекции груди, так как её не устраивала форма. Но это, к сожалению, не помогло и она вернулась в исходное состояние. Сейчас же девушка хочет повторить процедуру, чтобы добиться желаемого результата. Перед консультацией со специалистом она сдала большое количество анализов и прошла полноценное обследование, после чего у Лины нашли крапивицу. На её коже возникают вот такие раздражения, и именно она могла послужить причиной первой неудачной пластики. Как оказалось, у меня крапивница, из-за чего у меня как раз-таки очень чувствительная кожа, это тоже может быть взаимосвязано, короче. Ужас. Но Лина в любом случае будет делать новую операцию, которая по приблизительным подсчётам врачей обойдётся ей больше миллиона рублей. Как мы и ожидали, Герман Глаз не стал оставлять прическу наплавину с бритой головы, так как это как минимум неудобно. Он убрал и все остальные волосы, назвав свой новый образ Герман 2.0. Причина этого поступка максимально проста. Из-за постоянных покрасок у него начали выпадать волосы. И это было единственным решением получить свежие, здоровые волосы, что пару месяцев назад делал и Даня Милохин. Немного яркости решила добавить свой образ и Мия Бойко. Она не стала изменять своему любимому синему и добавила сверху розового цвета. Настя Усеева поотвечала на вопросы подписчиков и тем самым навела небольшую панику в рядах своих фанатов. У девушки поинтересовались, с кем она продолжает общаться из Дрим Тима после своего ухода. «Маруся, Аня, Артуру иногда на истории отвечаю, или она», написала Настя в историях. В этом списке не было имени Дианы, из-за чего подписчики решили, что у них произошла какая-то ссора. Хотя совсем недавно они снимали достаточно горячие ролики. Но через пару часов Настя всех успокоила, сказав, что забыла, что её подруга всё ещё в команде, так как она живёт сейчас с Фугелем. Усеева также упомянула Олега Романенко, с которым тоже не прекратила общение. О чём недовольный парень сам напомнил ей в директе. Юлия Гаврильевна решила показать всем старые и очень странные заметки в телефоне, которых накопилось очень много. Одна из самых интересных – это фраза «Я теряю контроль от злости внутри». Запись сделана 9 ноября 2020 года, в тот самый период первого расставания с Даней Милохиным. Скорее всего, она описала свои внутренние состояния в те моменты. Но, возможно, это была одна из строчек для будущего трека. Ведь в этих же датах готовилась к премьере песня «Только ты», которая как раз по её словам была о неразделённой любви. Вчера все ещё ждали каких-то милых видосов с премьеры влога Насти Ивлеевой, на которых были Даня и Юля. Они стояли на одной сцене, но не вместе. И даже сели совершенно в разных концах зала, что немного насторожило подписчиков. Но, возможно, что из-за большого количества журналистов они не стали давать каких-то поводов для обсуждения и поэтому вели себя максимально отстранённо друг от друга. Дина Саева после расставания с Рахимом не заводила отношений, так как не могла найти достойного парня. Но фанаты периодически пытаются свести Диндон с кем-то из её окружения, и новой, так сказать, жертвой стал британский тиктокер Кайл Томас, который сейчас как раз гостит в Москве. Они с Диной уже несколько дней подряд проводят время вместе и даже сделали парные тату. Это небольшие рисунки на пальцах, соединив которые получается рисунок паутины. Ребята также вдвоём отправились в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть город и просто хорошо провести время. Вроде картинка для шиперов идеальная. А если ещё добавить сюда фразу из интервью Дины, что она хотела бы себе мужа иностранца, то вообще шикарно. Но все эти мечтания быстро разбиваются об возраст Кайла, так как молодому тиктокеру всего 16 лет. Тут вот есть ещё парочка роликов с новостями, которые вы возможно не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом всё, увидимся уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова